Девчонки, всем доброго вечера! Сейчас мы с вами сделаем обзор на последний видеоролик Самвелла Адамяна. Называется он так очень даже интригующе. Мамка сказала или донат, или ничего не надо. В ролике сначала видим переживания нашей красивой девочки по поводу рыбок. Мутная вода, теплая вода в аквариуме. Она переживает, что же это такое, может быть фильтр испортился. А говорили вы, она обращается к Самвеллу, вот Коля покупал фильтр, что он очень дорогой и стоит две с половиной тысячи гривен, но он, наверное, не работает, поломался. Жалко ж рыбок, и рыбок ей жалко не как живых существ. А шо гроши за них заплатылы, за те рыбки, а вон и ж подохнут. Как же ж так? Деньги на ветер. Самвел сказал, что да, надо что-то решать, будет он думать. Шо ж тут думать, мамка никак не успокаивается. Надо сразу шо-то делать. Давай вызывай каких-то специалистов, он вы к собакам вызываете, там к кинологам. Вот так и к рыбкам надо вызвать каких-то спецов. Мамка молодец, мамка все знает, руку на пульсе держит. Или Колю давай, а то Коля что-то так редко стал заходить, там раз в месяц только зайдет. Мама, да вы Коля уже поперек горла. Коля у вас как будто раб на галерах. Коля в банк, Коля отправь деньги, Коля отнеси сумки, Коля вынеси мусор, Коля привези то, Коля забери то. Коля у вас просто как нанятый наемный какой-то работник. Коля надоело, элементарно. Вот, значит, пусть приходит Коля и будет делать что-то с этим аквариумом, потому что Коля разбирается в этих делах, с рыбками он работал, связан. Ну, специалист одним словом. Хорошо. И сам Вэл забрасывает такую наживку мамке. Мама, а шо тебе не понравилось, как я блины готовил? И все. Дальше ему ничего говорить не надо. Мамка наживку захавала и понеслась девочке душа в рай. Да, я бачила сам Вэлка, говорит мамка. Боже, я кашься света. Она подбирала слово. Не хотела уже грубость говорить какую-то. Но чуть-чуть и не слетела с языка. Подобрала слово настойчиво. Могла бы ляпнуть вот все, что угодно. Но я так подозреваю, девчонки, что сам Вэл провел воспитательную работу с мамашей. Я, кажется, света настойчива. Но на лице Васильевны все эмоции были написаны, ребята. Какая-то злость, даже чуть где-то агрессии. Ты ей кажешь, а вон она колотать, колотать. В этих движениях было все. Этими своими взмахами руки, такими активными. Нам красивая девочка выдала все свои мысли про свету. Така настойчива, не слухая, как ей кажуть. Мамашка, а вы с чего решили, что Света, которая пятьдесят лет, должна слушать вашего Севку? А он кто такой вообще в жизни Светы, что она должна ему подчиняться? Строится по стойке смирно, когда сам Вэл сказал. Света хозяйка на своей кухне, и Света делает, что считает нужным. В своем доме, как хочет. Нет, это же ее сам Вэл. У нее странные мысли в голове у этой бабки. Она что-то такое себе возомнила, что она королевна мать, а это принц, сам Вэлчик ее. А все остальные, включая нас с вами, челядь. И вот эта вот королевишна со своим принцом будут всеми понукать и командовать. А мы будем слушать и заглядывать в роты им, молиться, падать на колени бичелом и выполнять любое желание семьи Адамян. А нет, бабуся, Света самостоятельная единица. Так случилось. Не послушала сам Вэлла. Бабка была возмущена. Как это такое могло случиться? Случилось так, как случилось. Рассказывал сам Вэлчик про тяжелый цветок, который таскал по этажам. Туда-обратно. С пятого этажа вниз и наверх. Потому что новая почта не забрала этот злосчастный цветок, подарок от зрительницы. Сам Вэл рассказывает матери. Мы слышим, девочки. Оказывается, зрительница перед тем, как сделать подарок Севке, позвонила ему. Если это все правда. И спросила сам Вэлла. Вот такой-такой цветок хочу вам подарить. Дорогой. Аж 11 тысяч стоит. Можно вам сделать такой подарок? Хотите вы получить такой подарок? Уместно ли будет? И сам Вэл согласился. Да, конечно. Хочу. Везите. Мамаша разошлась вовсю. На шове надо. Вот ты тягав его туда-сюда. А у тебя была операция. А сетку вставляли. Это опасно. В этом есть свой смысл. Иррациональное зерно. Это правда. Мамка кричала, не переставая. И ты такой, и ты сякой. И у тебя ума нету. И ты про себя не думаешь. И нафига такие подарки. И эти зрители не спавна розуму. На шо-то бицей цветок. Надо площади большие. Нужны помещения другие. У тебя в квартире места нет. Комментариев там, видать, под севыным видео начиталось. И уже бабка продвинутая. Она знает уже и про фойе, где ставят такие цветы. И про гостиницы. Девочки, кажется мне, что не севку ей было жалко. Потому что следующей репликой мы услышали офигенные слова. Вот эти такие подарки, вот на шо вон и нужны. Я вот это так скажу. А вот донат. А вон и надо ничего. С таким нервяком. С такой напористостью. Донат или ничего? Сева ржет. Говорит, мама, ну ты наглая. Блин, какая же ты наглая, мама. А чё я наглая? Ты б мог потратить, она говорит, эти деньги на то, на что захотел бы. А так этот цветок, куда его? Зачем он нужен? Шо ты за подарки такие? Шлите донаты. Курочки, севкины и куколки. Наш канал вам передают привет. Так что, уважаемые, не надо себе больше покупать подарки. Они ему не упираются ни в одно место, ваши подарки. Плевать он хотел. И на подарки, и на вас вместе с вашими подарками. Шлите деньги. Донаты нужны. Я так понимаю, бабка не просто так ляпнула про донат и деньги. Скорее всего, там, за кадром, они перетирают всякие темы, да? Разговаривают, обсуждают, хают нас не злым, тихим словом. И это сам Вэлла мысли озвучивает мать сейчас прямо в видео. Так что, дорогие мои, ваши все фантазии, антиквариат ваш, картиночки, рисуночки, тряпочки, хрень это все собачья, хочу я вам сказать. Бабуся ждет донатов. У нее еще там эдечка не особо обеспеченный. Все услышали? Без всяких обиняков, прямым текстом, прямо в лоб. Ой, ребят, знаете, не было бы это все так печально, и не было бы это все так смешно. Но это все так глупо звучит. Люди, у которых столько денег. Мы же с вами понимаем, да, сколько зарабатывает сам Вэлл. Бабуся, которая уже ни в чем не нуждается, которая присытилась вообще этой жизнью в принципе, которая не знает, куда складывать эти драгоценные украшения. То были бриллианты в золоте. Теперь уже пошли жемчуга потоком, такой жемчужный поток. Слышим там, Израиль уже подтягивается, будет какие-то комплекты с жемчугами слать. Кому вы это все шлете? Зачем вы это все шлете? Что у этих людей в голове, народ? Объясните мне хоть кто-нибудь. Мир сошел с ума. Остановите землю, я сойду. Ой, ребят, не могу ничего вам по этому поводу сказать. У меня есть пару фразочек, но они нецензурные. Поэтому обзор на этот видеоролик я закончу. Пишите в комментах свое мнение. Я все ваши комментарии и отзывы читаю. Будем общаться с вами. До новых встреч! Не пропадайте, а новенькие не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить наши классные посиделки. Всем пока!